Приветствую, друзья! Мы с Романом Газенко. Я хочу сказать одно очень важное. Привет! Дело в том, что никакой задачи нету, новые шаблоны словесные, чтобы были вместо «спасибо», чтобы обязательно говорили «благодарю» или наоборот. Речь идёт о другом. Речь идёт о том, что Роман нам помогает, чтобы развивать наше мышление, освободиться от шаблонного мышления. Ну, природообразование слов. Я правильно говорю? Ну, да, это правильно. И чтобы понять эту картину, вот представьте себе, что вы один из мудрецов незрячих, которому по легенде предложили описать слона. Один схватился за ногу, другой за хобот, третий за хвост, а четвёртый за, прошу прощения, его эксперимент. Да, и каждый описал слона так, как он… Как он, если звони. Да, у кого-то это было похоже на змею, у другого похожее на дерево и так далее. Сегментарное мышление. Да, это сегментарное мышление, когда просто расчленили нечто единое, и интегральная картина не сложилась. Вот нами с вами таким же образом манипулируют, когда расчленяют исконное значение слова, и в результате, пользуясь этими словами, мы впадаем в ту же самую ошибку. Ещё один пример, не устаю его приводить, как работает наше сознание, почему я говорю, что оно работает на лингвистической основе. Ну, знаменитая притча, было-не было, но в любом случае очень показательно, когда некий тибетский учитель предложил своему ученику войти в комнату и запомнить, только очень точно запомнить, все предметы, предположим, синего цвета. Ученик довольный выходит оттуда, и учителю перечисляет все предметы синего цвета. Отлично, говорит учитель, а теперь перечисли мне в этой комнате предметы зелёного цвета. Как? А ты же меня об этом не просил. То есть ты не вербализовал и словами не сказал это задание. Что произошло? Человек эти предметы просто не увидел. Его реальность оказалась просто сужена до так называемого туннельного мышления. Извините, но слона-то он и не заметил по Крылову. А теперь вот это очень важный момент. Так работает наше мышление. Наша задача, наша с Хасаем задача, расширить картину этой реальности. С психофизиологической точки зрения. А я с психолингвистической. С психолингвистической. Слушай, а вот там слово такое было, что ты психолингвист, и мне кто-то там, одна дама написала. Так он теперь нас зомбировать будет. Я буду вас раз зомбировать. Раз зомбировать. Вас зомбируют таким образом, расчленяя эту картину мира. Ну, представьте себе, да, почему я говорю о том, что нам надо стремиться смотреть в корень слова. Потому что в корне слова заложены все возможные дальнейшие… История образования слова или что? Корень. Сейчас, секунду. Корень. Корень – это мельчайшая основа слова, да? Корень. Вот в корне заложены все последующие метаморфозы, так называемый морфогенез. И теперь представьте, что корень – это зерно. В зерне, которое вроде бы оно маленькое, но в нем заложено будущее дерево. В нем заложены листья, ветки, кора, ствол, все ткани этого дерева заложены в этом маленьком зерне. Потом зерно прорастает, этот корень, превращается в это большое дерево, да? И дальше мы берем листик один и говорим, один говорит, это дуб. Второй берет другую ветку или желудь, говорит, нет, вот это дуб. Понимаете? Лист и желудь оказались так же, как тот же самый слон у мудрецов. А если этот листик еще и поражен какой-нибудь тлей, или еще там, если он уже осенний, бурый, или он только свеженький, весенний, это не значит, что это не дуб, хотя это листик. Улавливайте эту мысль, да? Я уже приводил пример, когда люди не понимают глубинной связи между словом фекалия и конфета. Они образовались от одного корня. Представляете? Две стороны пищеварительного процесса, а вот так вот разошлись. Интересно. Они произошли от корня, который дал нам слово «факт». Это латинский глагол «делать», «фацио». Но когда мы этот корень понимаем, мы понимаем, что там основа совершенно другая. Извините, резко скажу. Изделие – это и есть конфеция, да, или конфета. И обделаться, что-то сделать в штаны. Но корень всё равно делать. Делать можно всё, что угодно. У нас с вами расширяется картина мира. Как только она расширилась, никто уже не сможет нами манипулировать. И использовать слова «спасибо» или «благодарю» по задаче, которая у вас стоит. В любом случае, когда вы понимаете смысл. Чтобы вы сами выбирали, а не потому, что теперь обязательно говорить «благодарю» или обязательно говорить «спасибо», или обязательно говорить «нет, не для этого». Чтобы расширить пространство для мышления, для свободы сознания. А я вот, чтобы свобода сознания была, видите, сижу и вот так делаю. То есть я делаю попеременное напряжение, расслабление, непроизвольное, инстинктивное. Снимаю напряжение, чтобы сознание было, внимание было более широкое, чтобы понимать лучше. Я снимаю это напряжение. Вот там, видите, на картине теперь у нас есть. А вот что касается инструментов манипулирования, они могут применяться только тогда, когда у нас с вами сужено восприятие реальности. Когда мы не видим этих зеленых предметов, а они есть. Тогда нам дают какой-то фрагмент и говорят, а это на самом деле конфета. А на самом деле, да, это вроде бы и что-то совсем наоборот. И нам заворачивают в этот фантик конфеты то, чем пользоваться практически нельзя. Понимаете? И нам на хорошее говорят плохое, на красное нам говорят пушистое и так далее. И начинается манипуляция. Мы не в состоянии критически оценивать, еще и потому, я говорю мы, потому что все равно приходится постоянно учиться и себя совершенствовать, потому что людям комфортно оставаться в зоне простых решений, сказок, да, это комфорт. Это очень просто. Да, простейшее объяснение. И поскольку возникла полемика вокруг моего отношения к определенным людям с их определенной позицией по поводу происхождения слов и выводов, которые они делают, я все-таки стараюсь придерживаться определенной научной методики и в полемику я могу вступать только с людьми, которые пользуются определенными источниками, проверенными, научными. А фантазеры, которые написали, что русский язык был самым первым языком в мире. Ну, пожалуйста, в этом можно поверить. Мы об этом, кстати, поговорим. Я вам приведу примеры, и очень серьезные, того, как, я не буду отвечать на вопрос, зачем это делается, да, у каждого своя мотивация, кто-то деньги на этом зарабатывает, кто-то, как сейчас говорят, хайпует, но кто-то самоутверждается. Нет, я не против этого, я наоборот, я был рад, потому что у меня мама была декана филологического факультета в педагогическом институте, 20 лет. Ну, вот мы коллеги, да, твои мамы, видишь, как. Просто лучше знать правду, как она есть, чем быть в этой комфортной иллюзии. Да, но на самом деле есть вещи, которыми можно гордиться, ну, в нашей с вами истории, которыми мы должны гордиться, как реальностью. А нам с вами предлагают по поводу этих вещей каяться. Вот это очень серьезный момент. Да, 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 и вот именно на нашей с вами не заинтересованности в постижении истины и реальности и паразитировать такие манипулятивные технологии. Я в предстоящем вебинаре приведу вам примеры, но для затравочки вам скажу. Братья Гримм для большинства – это сказочники. Но вечно читать сказки, и понятно, да, то есть мы все-таки в таком возрасте, когда надо переходить к науке. А вот для лингвистов братья Гримм – величайшие лингвисты, хотя бы уже потому, что они открыли метод, они открыли уникальный метод. Исследование языка, причем они прошли территорию исследуемого языка, фактически ногами проехали на велосипедах, изобрели этот метод. И благодаря этому они восстановили историю своего языка, германского, немецкого, и они стали подправлять историков. И к ним вынуждены были прислушиваться, потому что их метод позволил корректировать исторические заблуждения. Язык на самом деле один из самых надежных исторических артефактов. Так вот, либо мы читаем сказки братьев Гримм, либо мы относимся, это как пример, да, либо мы относимся к ним как величайшим ученым. Мы все-таки с дорогим Хасаем стараемся и в нашем общении. Всю жизнь Роман занимается изучением, он научный человек, он наукой занимается, понимаете. И вот бывают случаи, когда заслушиваюсь, заслушиваюсь, слушаю Романа, какие интересные вещи он рассказывает. И вдруг я узнаю то, до чего мне просто, ну у меня не было ни информации, ни интереса это раньше знать. А теперь вдруг я начинаю это узнавать, и у меня сознание расширяется, я начинаю к словам относиться бережнее, я начинаю понимать, что да, действительно, надо уходить от штампов, от шаблонов. Они рождают за собой всякие страхи и стереотипные мышления, сужают наше сознание, с чего начал сейчас говорить Роман. И мы видим слона, как говорится, а слона-то он и не видит. А слона-то мы и не видим в результате. Да, кстати говоря, Роман не будет возражать, если я на секундочку буквально вас попрошу всех. Вот здесь вот, как Роман не бритый там немножко, или его немножко сделать посветлее, как у меня, и поуже немножко. Ну, коллективный разум подключаем. Спасибо вам, друзья. Да, спасибо, дорогие. Обращаемся, потому что нас ждёт следующий ролик, очень интересный. Мы с Романом встретимся. Очень трудно бывает его сюда вытащить из его задействованности жизненной. Ну, я всегда хасаю, с удовольствием. Да, с удовольствием, потому что он ещё с вами встречается здесь, потому что я ему сказал, и он видел, что вы пишите интересные вопросы в комментах. И мы с Романом, и Роман потом отдельно тоже читает это всё, читает это всё, так что пишите вопросы. Да, и начнём мы, наверное, с анализа, очень отрадного мне анализа. Почему зреть и зреть так близки, и какие выводы, какие образы, какие мысли у вас рождаются, когда вы увидели, что созревать и прозревать фактически одно и то же. Вот именно это, это именно то, что мы и ставим своей целью с Хасаем, да, это то, что вы начинаете... Такие слова вы хотите, чтобы нам помог разговорный результат? На прошлом вебинаре это было, да, и уже в процессе было видно, что это рождает логические процессы. Это заставляет думать, это заставляет ценить слово, о чём сейчас сказал Хасай, заставляет очень бережно относиться к уникальному явлению, к нашему русскому слову. И быть защищённым от манипуляции, потому что этими словами очень часто нами манипулируют. Кстати говоря, слово «либерал» раньше, в исходном назначении, я у Романа уточнил, положительно было. А сегодня «либерал» отрицательно. Я правильно или я неправильно всё-таки понял? Или ты потом объяснишь? Ну, это мы, да, более подробно. Всего доброго. До свидания, друзья. Привет.